Ну, совершилось. На соревнованиях в столице вы выполнили олимпийские нормативы, теперь едете в Рио-де-Жанейро. Я знаю, у вас очень много достижений было до этого, но какой из них вы считаете самым главным в своей жизни? Вы знаете, я уже 23 года в спорте, и, в принципе, первое достижение, которое я помню, это в 2012 году, которое я хотела очень выполнить в мастер-спортном международном классе, отобраться на Олимпийские игры. И, в принципе, в мае у меня это получилось. Это первая моя такая победа, и плюс норматив на Олимпийские игры. Наверное, она была важна для меня, но не так осмысленна и ценно. А, в принципе, самый ценный мой результат, это, конечно, в этом году. То есть, 4 года к этому и шла, и, честно говоря, не ожидала, потому что я 4 года была немножко в яме, и результата не было такого достаточно к нормативу. Ну, не знаю, так получилось, и в мае я выполнила норматив, и это, наверное, самое ценное в моей жизни. Вопрос, который мы задаем всем спортсменам нашей студии, чего вы ожидаете от Олимпиады в Рио? Вы знаете, я наслаждаюсь, я очень рада, что я выполнила норматив, и я ожидаю, конечно, хорошее выступление, потому что я очень долго иду к этому. Для меня важно и участие, конечно, но выступление самое главное. Я жду, конечно, положительных эмоций, публику, мне очень важно выйти на сектор и кайфануть зрителям, кайфануть атмосферой, кайфануть всем, что вот... Ну, надеюсь, конечно, очень хочется медаль, я не знаю, как получится, но пройти квалификацию очень хочется. А планируете улучшить свой личный рекорд? Конечно, каждый спортсмен хочет на выезде сделать лучший результат. У вас большой опыт международных соревнований. Чем отличается подготовка украинских спортсменов от, скажем, европейских или американских? Можете рассказать вообще, я имею в виду тренировочные сборы, те же спортивные базы? Знаете, я была один раз только в загранице на сборе. И, конечно, в Израиле, да. Конечно, там восстановление, там питание, там базы намного круче. Но не скажу, что... Да, это хорошо, но можно и в Украине готовиться. То есть у нас есть базы, у нас есть хорошие восстановители, то есть массажисты, которые очень помогают. То есть у нас есть Силичовский, есть сейчас Луцк сделали. То есть, возможно, и здесь готовятся. Правда, конечно. Комфортнее там? Ну, конечно, в загранице хорошо, очень хорошо. Но для меня с тренером неважно, где ты. Главное, чтобы у тебя было питание, восстановление, ну и, конечно, тренировочная база. Сейчас всем интересно, как проходили отборочные соревнования на Олимпиаду, ну, лично у вас. Вообще, как это происходит и в чем заключается подготовка к Олимпиаде? Смотрите, основной этап у нас был это чемпионат Украины. То есть после чемпионата Украины формируется команда. Моя задача была, конечно, с первым стартом на Кубка Украины выполнить норматив. У меня, правда, не получилось. Потом следующий старт был в городе Киеве у нас. Там, конечно, у меня получилось. Но это еще ничего не означало, потому что самое основное – это выполнить норматив на чемпионате Украины, плюс быть в двойке. Так как Солодуха у нас есть, чемпионка Украина, чемпионка мира, призерка Олимпийских игр, конечно, она автоматически едет на Олимпийские игры, но еще было два места. Получилось, что выполнила я. Подготовка у нас сейчас, в принципе, хорошие условия. То есть массажисты, восстановление – все, в принципе, есть. И подготовка, не скажу, что хуже, чем-то лучше. То есть комфортно, все есть, в принципе. В плане, как изменилась ваша жизнь до и после подготовки, в плане физических нагрузок? Как начинается ваш обычный день? Очень большая сейчас ответственность. Потому что у меня задача была выполнить норматив, да, поехать на Олимпийские игры. Но и сейчас, понимаешь, когда выполняешь норматив, уже задача идет выступление. То есть я показала довольно неплохой результат в этом сезоне. То есть он в десятке в мире. И, конечно, свыше там хотят, что и медаль хотят, и хорошее выступление. Финалистка быть Олимпийских игр – это тоже очень-очень престижно. И большая ответственность уже немножко идет. Напряжение, конечно, это волнение. Самое главное, наверное, у спортсмена – это справиться психологически. У меня вот, кстати, вопрос назрел, как страх перед выступлением влияет вообще на результаты, влияет ли? И как вы лично с этим боретесь? Вы знаете, одно дело ты выступаешь на чемпионате Украины, одно дело на выезде. Конечно, это разные эмоции, разная ответственность. То есть у меня разная психология. Но в Украине ты чувствуешь, конечно, себя уверен, потому что все свои, ты знаешь, что ты выходишь, ты лидер в команде. То есть свободно как-то, легко. На выезде, конечно, это немножко тяжелее, потому что ты выходишь на стадион. Во-первых, это атмосфера стадиона, бешеная очень атмосфера. Плюс психологически ты очень тяжело, вот мне сконцентрироваться. То есть я работаю над этим, но концентрация иногда чуть-чуть меня сбивает. То есть я не знаю, по идее ты должна выполнять то, что ты выполняла на чемпионате Украины. Но мне пока почему-то не получается. Но я надеюсь, что на Олимпиаде, дай бог, все получится. Конечно, там намного еще сложнее, потому что Олимпийские игры – это самые крутые соревнования, которые есть у спортсмена. И, ну, я думаю, что справлюсь. Какую задачу тренер ставит перед тобой? Медаль или участие? Ну, для каждого тренера, конечно, хочется медаль. Но задача у меня, он говорит, если я сделаю то, что я делала на чемпионате Украины, то есть сделать то, что ты уже делала. Сверхъестественно, это уже как бог даст. И, конечно, он хочет, чтобы я прошла квалификацию и достойно выступила в финале. Ну, дай бог, по идее, в финал можно попадать с моим результатом. Что важнее в вашем виде спорта – выйти на оптимальную форму к началу соревнований или же к финальной стадии? Наверное, на квалификацию. Именно потому что квалификация – три попытки, и ты понимаешь, что это основное. То есть дальше ты уже не… То есть отобраться на Олимпиаду – это уже, в принципе, половина успеха. Да, ты вот сначала идешь, ты думаешь, ой, поехать только бы, выступить, отобраться только. Но когда ты только отобралась, у тебя уже другая задача, тебе уже хочется выступить уже лучше намного. И мне кажется, чем выше уровень, тем тяжелее держать этот уровень, потому что это напряжение, это как бы тяжело, потому что со всех сторон тебе то хотят, то что-то, тренер, задачи. Уровень растет, задачи растут, и мне кажется, очень тяжело сохранить вот этот уровень. Попасть – это, конечно, хорошо, легко, но мне кажется, самое тяжелое – это держать уровень. А знакомились ли вы со своими основными конкурентами? Вообще, сколько их будет, интересовались? Вы знаете, у меня есть подружка Аня, бывшая Князева, она бывшая украинка, она сейчас выступает за Израиль. Мы с ней очень общаемся, и на секторе, и с Олькой Солодухом мы очень хорошо поддерживаем отношения. То есть, что касается других соперниц, я уже, честно говоря, три года не выступала ни где на выезде, то есть, был какой-то период торможения, и мне, честно, как-то все равно. То есть, мне на них, у меня есть своя задача, я сама себе соперница, конкуренции у меня нет. И я уважаю всех соперников, я рада со всеми присутствовать. А когда вы отправляетесь уже непосредственно на Олимпиаду, выезжаете из Украины? 1 августа, да, вылет. Такой вопрос, как вы заставляете себя утром вставать, идти на тренировку, выкладываться на 100%, зная, что в это время ваши друзья, скажем, отдыхают, делают селфи, и вообще наслаждаются жизнью? Не знаю, у меня есть цель, и я четко придерживаю этой цели, я себя заставляю на зарядку, заставляю, я понимаю, что я делаю, для чего я это делаю, и знаю, что это придет к результату, то есть, я не даю себе слабинки, стараюсь, конечно, бывает, да, ну и селфи тоже иногда можно, но у меня есть цель, и как бы к ней иду, и концентрация, там, все, в принципе, при себе. Сколько часов в неделю вы тренируетесь сейчас перед Олимпиадой? У меня каждый день тренировки, то есть понедельник, среда, пятница у меня по две тренировки, а так во вторник, четверг, воскресенье по одной. У меня также есть, мне очень помогают сбройные силы Украины, они мне дают возможность походить в бассейн, то есть массажи, у нас хорошие массажисты, которые тоже на массаж, психологи, то есть, все то, что дается, и все, что я могу вытащить, я, конечно, все постараюсь. Насколько вот, немножко уже касались этой темы, условия, то есть, что вам конкретно нужно для того, чтобы хорошо подготовиться? Мне очень важно, это, конечно, чтобы это не было шумно, чтобы это где-то было какое-то место, которое не сбивало тебя. Тренировки проходят в закрытом помещении или на улице? Нет, у нас на стадионе, на стадионе, да. Мы все время готовимся там, где практически никого нет, тихо, спокойно, закрыто, чтобы никто не видел, ничего не сбивал. Для меня очень комфортно, это, конечно, отдых, восстановление. Что еще нужно для достижения хорошего результата? Регулярные тренировки, подготовка? Знаете, много спортсменов, они готовятся, да, физически, то есть, и восстановление, и питание, и все, все условия есть. Но я думаю, что это недостаточно, потому что в каждом спортсмене должна быть боевой дух, то есть, вера в себя, вера в Бога, допустим, я очень верю в Бога, и я знаю, что он мне дает дух, который побеждает, то есть, физика одна, она не поможет, то есть, здесь надо полностью наполниться и психологически, и физически, и духовно. А если говорить о более приземленных вещах, вот о питании, насколько оно важно в подготовке, вот придерживайтесь ли каких-либо диет? Да, я вот ем только диетическое, но скажу, что я очень мало ем. Ну, по сравнению с другими спортсменами, мне говорят, что я светлым воздухом питаюсь, то есть, очень мало ем, и жирное точно нет, то есть, все диетическое, легкое. Ну, бывает так, когда хочется себя побаловать какой-нибудь? Конечно, конечно, я не придерживаюсь, но да, если мне хочется, я ем, не хочется, не ем. Запомнились вам первые ваши официальные соревнования, когда это было? Это было в 2011 году, да, в Дегу, в Дегу, это первый мой чемпионат мира. Честно говоря, я когда туда поехала, я не справилась психологически, потому что это первый выезд, это настолько бешеная атмосфера всего, и я не справилась психологически, вот, честно. Но эмоций очень много было. Такой вопрос вы, ну, о ситуации в спорте в Украине, наверное, знаете больше, чем кто-либо. Насколько, каково ли министерство сегодня спорта и Олимпийского комитета? Помогает ли вам государство готовиться к Олимпиаде? Какую часть затрат оно покрывает? Вы лично что-то будете платить за, ну, за дорогу, например, проживание? Или это полностью обеспечивает Украину? Смотрите, министерство спорта, то есть у нас, Федерация Легкой Атлетики, да, она нам обеспечивает сейчас сборы, у нас был выбор. Есть три города, которые можно было поехать на сборы, то есть там полностью все, и восстановление, питание, то есть все хорошие условия. Плюс в фармакологии тоже выделяется какую-то сумму. Но скажу, что в плане зарплаты, конечно, каждому спортсмену не хватает. Вот, допустим, для меня, может быть, я где-то еще и свои долаживаю, но есть такие виды спорта, и которые, я вот не знаю, вот 2000-3000, мне хватает иногда там на полмесяца, но есть такие спортсмены, которые на один день это хватает. То есть, если, конечно, очень хочется финансировано его побольше, но у меня вот есть помощь, это сборные силы, за которых я выступаю. Есть, которых их нет, просто нужно ли, вот так сложилось, что у нас привыкли финансировать олимпийские виды спорта, и вот более известные, там, боллбокс, гимнастику, она вот, все остальные по остаточному принципу. Вот, как бы вы распределили финансирование, какие виды спорта, вы считаете, нужно выделять больше, а какие... Я думаю, что тут невозможно определить, какой больше, какой меньше. Все зависит от уровня спортсмена. Если он выступает на высоком уровне, то, по идее, ему положено там и сборы в заграницах, и финансированные больше. У нас как-то вот, у нас в легкоатлетике очень много есть хороших спортсменов и чемпионов, которые не получают той суммы, там, которая положена. И даже в своем городе, допустим, есть очень много спортсменов, которые много раз выезжали и на Олимпийские игры. По идее, можно и квартиру выдать, или там, то есть заслуженно. А какие критерии, я не могу понять. Я лично занимаюсь для себя, то есть я не жду там финансирования. Дай бог, конечно, что все получилось. У меня небольшие требования, потому что мне тут еще осталось заниматься не так уж много времени, потому что и возраста, и семью хочется. То есть я делаю это пока в свое удовольствие. А то, что приходит, то приходится. Все-таки чем живут спортсмены, чем они зарабатывают? Возможно, это какие-то стипендии, или же это какая-то еще тренерская работа, или занятие в спортивных школах? У нас много спортсменов, которые вот, они периодически занимаются, да, и плюс еще подрабатывают тренером. Но это очень тяжело. И тренироваться, и работать, ну, практически 50% так делают. Не знаю, но когда вот ты полностью спортом зациклен, почему-то меньше, хуже выступаешь, чем когда у тебя есть еще какое-то дело, да? Есть мнение, что хороший спортсмен не обязательно будет хорошим тренером. Вы согласны с этим? Согласна, согласна. Я, честно говоря, тренером точно не хочу быть. Вне спорта себя не видите? Нет, нет, нет. Потому что я очень много отдала сил спорту, и, честно говоря, понемножку уже устаю от этого, потому что это столько нервов. Я не представляю, вот как тренер, если я там нервничаю на секторе, переживаю, а тренер это в два или в три раза. То есть тренером точно не хочу быть. Что вам обычно говорит ваш тренер после очередной победы? Какие первые слова? Он никогда меня не хвалит. Он всегда, у него есть критерии, потому что есть к чему стремиться, к идеалу и технике, и всему. Он воспитал рекордсменку мира, Кравец. Потом он также сам Анну Князеву воспитал, бережную чемпионку. Потом Яковлева. У него много чемпионов. И у него всегда есть критерии. Не знаю, он даже, Инессу Кравец, который сделал мировой рекорд, он ее не хвалил. То есть он ругал жестко. Муж, с одной стороны, я вижу, что в нем есть эта радость, но он никогда не даст расслабиться. Спортсмены, особенно мне и другим спортсменам. Это мне подходит, потому что если я расслаблюсь, то результата не будет. И все-таки, кем вы видите себя в будущем, если не тренером, после завершения спортивной карьеры? Честно говоря, пока еще не задумалась. Но мне после спорта очень много хочется всего попробовать. Это, во-первых, курсы актерского. Мне очень нравится. Плюс много всего курсы. То есть найти себя в другой сфере. Но в качестве спорта точно нет. Ну и семью, конечно, хочется. Я в одном интервью вычитала, что вы хотели быть балериной. Да, в детстве. Я просто в 7 лет приехала сюда. Мы жили в России. И мне очень хотелось балетом заняться. И в Черновцах не было балетной школы. И так получилось, что меня сестра повела на легкую атлетику и так вот начала заниматься. Заговорили про Россию. Наверное, уже слышали новость, что сегодня российским легкоатлетам запретили выступление. Как вы вообще видите дальнейшее развитие этого скандала в России? Как вы относитесь к допингам? Я вот отношусь к этому, не скажу, что положительно, негативно. То есть я стараюсь не влазить в это и не вмешаться. То есть мое дело делать свою работу. Конечно, мне кажется, Бог все рассудит. То есть если так получается, значит так и заслуживает. Но, конечно, хочется, чтобы каждый спортсмен выступал, не имеет значения, там, скандала не скандал, потому что каждый готовится, каждый влаживает душу и хочется выступать на Олимпийских играх. То, что на данный момент эта ситуация такая сложилась скандалом, конечно, это печально. Хочется, чтобы в мире было побольше всего хорошего и чтобы это все уладилось. И не знаю. У вас потенциальные конкуренты теперь стали меньше. Ну, знаете, я понимаю, что конкурентов меньше, но ты сама себя конкурент, ты покажи свой результат, а там уже как получится. Есть ли у вас какой-то талисман или оберег, который вы всегда берете с собой на соревнования и который приносит вам удачу? Талисмана нету, я верю в Бога и Бог мне помогает и вера в себя и это сила и дух. А кто ваш самый близкий болельщик на соревнованиях? Мама моя. Она ездит с вами на соревнованиях? Нет, нет. Она, если честно, еще ни разу не видела, как я выступаю, потому что постоянно она в разъездах, она сейчас в Одессе работает и она очень болеет, переживает. Когда я выполнила норматив на Олимпийские игры, она даже расплакалась и она очень за меня переживает. Ну, я ее очень люблю и как-то надеюсь, что еще не раз ее порадую. Ходят слухи, пока что на уровне слухов, что после Олимпиады многие украинские спортсмены покинут страну, потому что другие страны предлагают им более выгодные условия тренировки и дальнейшей жизни. Как вы к этому относитесь и предлагали ли вам когда-либо переехать в другую страну и тренироваться там? Мне где-то 5 лет назад приглашали в Израиль и тренер меня точно не отпустил, потому что не имеет значения, где ты что-то. Если у тебя есть хороший тренер, можно и здесь тренироваться, показывать результат. Но у каждого спортсмена своя задача, если у кого-то есть возможность поехать, пускай едет. То есть у каждого свое. Моя ситуация, если меня, дай бог, приглашать, я пока не знаю, что ответить. Потому что это, во-первых, я не знаю, я не знаю, ли дальше буду готовиться, я не знаю, в каком уровне буду. Но я бы очень хотела, конечно, выступать за Украину и представлять Украину. И хотелось бы, конечно, чтобы Украина побольше внимания и финансирования спортсменов, чтобы они не уезжали, чтобы давали им возможности все, потому что у нас страна, и Украина очень много талантливых спортсменов, очень много. И, с одной стороны, я понимаю ситуацию, потому что каждый готовится, каждый вкладывает, и каждый хочет жить достойно и обеспеченно. И у каждого свой выбор. Вкладывается просто впечатление, что страна не ценит своих спортсменов и настолько уж толкает в такие условия, что они же не от хорошей жизни уезжают. Как бы вы, если бы у вас был рычаг управления, что бы вы сделали, чтобы спортсмены не покидали нашу страну? То есть это хорошее условие? Финансирование обязательно. Обязательно. То есть должно быть, наверное, какая-то помощь. То есть если спортсмен какие-то есть претензии, ну, хочется что-то, какая-то финансирование, помощь, плюс психологический настрой, вера, поддерживать каждого спортсмена, потому что, допустим, есть уровень спортсмена, да, его он показывает, потом на него кидает, да, и он опускается. То есть, а надо таких спортсменов поддерживать, потому что ты не знаешь, что он через год-два покажет. Так же самое и я. Я три года сидела в такой, как говорится, дыре, то есть очень тяжело было, и помощи не было. Да, сбройные силы очень мне помогали, которые финансировали. И ты же не знаешь, как спортсмен, но никто не знает, как внутри спортсмена, какой дух, то есть стремление, то есть может он сегодня внизу быть, а завтра он может быть олимпийским чемпионом, никто не знает. Насколько сегодня затратно быть спортсменом, в плане легкоатлетом? Доступно ли это? Затраты-то. Ну, вот какие у вас потребности в плане финансирования, конкретно в вашем виде спорта? Ну, то есть что вам нужно для успешного выступления в плане финансирования? Что государство вам может дать? Не знаю, на данный момент вот... Это форма, как я понимаю. Форма, да. Форма, то есть очень классная. То есть и Nike, и PIC сейчас спонсируют, то есть достаточно формы и всего. Но что касается восстановления, что касается питания, что касается фармакологии, потому что сейчас купить обычные витамины, это очень большие деньги. А зарплата не такая уж большая, чтобы ты купишь пару пачек витаминов, и вот твоя зарплата. То есть, чтобы спортсмен мог не только тратить на витамины, но и плюс какие-то затраты в питании, мог кушать икру каждый день даже, допустим. То есть хорошее качество продукта покупать. Ну, то есть интересовались премиальными за призовые места в РИО? Честно говоря, пока нет, но я только интересовалась по поводу сбройных сил. Если, допустим, ты медаль, то говорили, что, возможно, квартиру. Квартиру. Да, но я в финансовом плане пока ничего не думаю, потому что сначала сделать свою задачу, а потом уже, конечно. Есть ли у вас какие-то фобии в жизни? Чего вы боитесь? Ой, я боюсь очень замкнутое помещение. Очень боюсь. Как прямо у нас. А? Как прямо здесь у нас. Нет, она очень маленькая. А есть страх, вот многие спортсмены нам признавались в интервью, что у них есть страх покинуть спорт. Вы знаете, у меня вот где-то пару лет назад я боялась покинуть спорт. Потому что у меня была цель Олимпийские игры. Но сейчас я, в принципе, не боюсь. Потому что у каждого свое время, у каждого и надо вовремя уйти. И не бояться. Потому что если уже не идет, лучше уйти и заниматься чем-то другим. То есть я не боюсь, если честно. Не боюсь уйти. Наверное, у каждого спортсмена есть кумир или наставник, который вдохновляет на новое свершение. Для вас этот человек кто? Вы знаете, у меня сейчас есть батюшка мой, Иоанн, который мне очень помогает. И я очень благодарна ему за то, что он мне научил терпение, смирение, потом принимать все, что есть. Пускай плохо, хорошее, но принимать. И он мне очень помогает. Он наставляет меня на хороший путь. И на верный путь. Топ-3 совета от вас, нашим зрителям, по здоровому образу жизни. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят здорово питаться, хорошо выглядеть? Вы знаете, наверное, все зависит внутри. То есть гармония, это что-то позитивное настроение, вера в себя, ну и, конечно, улыбка. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.